Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Леся Гайдук, ведущая детских праздников, и сегодня я вам прочитаю новую сказочную историю, которая называется «Гуси-лебеди». Жили старичок со старухою, и у них была дочка, да сыночек маленький. «Дочка, дочка», — говорила мать, — «мы поедем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьица, купим платочек, будь умна, береги, братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась, туда-сюда, нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся. Выбежала в чисто поле, петнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких детей крали. Девочка догадалась, что они унесли ее братца и бросилась их догонять. Бежала-бежала, стоит печка. «Печка, печка, скажи, пожалуйста, куда же гуси-лебеди полетели?» «Съешь моего ржаного пирожочка, скажу». «У моего батюшки пшеничные не едятся, печ не сказала». Побежала девочка дальше, стоит яблонька. «Яблонька, яблонька, ну скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «А съешь моего лесного яблочка, скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся». Побежала дальше, стоит молочная река, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Съешь моего простого киселечка с молочком, скажу». «У моего батюшки и сливочки не едятся». И долго бы ей бегать пришлось по полям, да бродить по лесу. Да, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, но побоялась наткнуться и спрашивает. «Ежик, ежик, не видел ли ты, куда гуси-лебеди-то полетели?» «Вон туда», — указала. Долго она бегала по лесам, по полям. День клонился к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на куреношке. Об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга. Придет кудель, а на лавочке сидит братец. Играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку и говорит. «Здравствуй, бабушка». «Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?» «Я по мхам, по болотам ходила. Платьица измочила. Пришлось погреться. Садись, покуда кудель прясть». Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, а вдруг из-под печки выбегает мышка. И говорит ей. «Девица, девица, дай мне кашки. Я тебе добренькое скажу». Девочка дала ей кашки, мышка ей и сказала. «Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест. Сама на твоих костях будет кататься». Девочка сидит, не жива, не мертва. Плачет, а мышка ей опять. «Не дожидайся. Бери, братца, беги. А я за тебя кудель поприду». Девочка взяла братца и побежала, а баба-яга подойдет к окошку и спрашивает. «Девица, придешь ли?» А мышка ей отвечает. «Приду, приду, бабушка». Баба-яга давно вытопила баню и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга как закричит. «Гуси-лебеди, летите в погоню! Сестра братца-то унесла!» Сестра с братцем добежали до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня!» «Съешь моего молочного киселька!» Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок. Гуси пролетели. Вышла она, сказала спасибо и опять побежала с братцем. А гуси воротились и летят ей навстречу. Что делать? Беда. Стоит яблонька. «Яблоня, яблонька, матушка, спрячь меня!» «Съешь мое лесное яблочко!» Поскорее съела. Яблонь заслонила ее веточками, прикрыла листиками. Гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем. А гуси увидели. Да за ней совсем налетают, уж крыльями бьют. Того и гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. «Сударыня, печка, спрячь меня!» «Съешь моего ржаного пирожочка!» Девочка съела скорее пирожок, а сама в печь. Гуси-лебеди пролетели, покричали, покричали и нищем вернулись к бабе-яге. А она прибежала домой. Да хорошо еще, что успела прибежать. А тут и мать с отцом приехали. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, вы ничего не боитесь. Ну а если так, тогда садитесь поудобнее. Мы с вами будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам спокойной ночи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok